В этом здании на Орловского строится новая котельная. Готовность 70%. Тепло и горячая вода отсюда будут подаваться в 10 жилых домов и три учреждения образования. В 20-й и 46-й детский сад и дюж номер один. Проект разрабатывался с учетом всех современных требований. Это гарантирует соблюдение нормы по содержанию в воздухе вредных выбросов. Котельная будет работать на природном газе. Оборудовании здесь установлена итальянская. Система значительно сократит затраты на производство тепловой энергии. Бобруйская теплоэнергетика привела в порядок и общественные бани. Их в городе три. Здесь модернизировали помещения, обновили оборудование и расширили спектр услуг. На Кирова для любителей попариться создали максимально комфортные условия. Провели капитальный ремонт. Мы полностью обновили мужское отделение. И сантехника, и электрика была заменена. И также частично была заменена плитка на стенах. Сантехнические приборы тоже были все заменены. Благодаря госпрограмме предприятие ежегодно проводит и замену изношенных трубопроводов на эффективные изолированные. В плане на 2022 обновление более 9 километров сетей и 6 теплообменников. Срок службы современного оборудования выше, а гидравлические потери ниже. Меньше и затраты. Наши предприятия еще выполняют множество других работ по обслуживанию этих же теплотраж, чтобы они, по крайней мере, еще служили нам долго и правильно, чтобы экономить и свои средства, и средства бюджета. Ну а очередной отопительный сезон подходит к завершению. В этом году, отмечают специалисты, он прошел без аварийных ситуаций и перебоев. Батареи отключат, когда среднесуточная температура воздуха достигнет плюс 8 градусов и будет держаться в течение минимум трех суток подряд. Обычно подачу тепла прекращают во второй половине апреля или в мае.